Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала, с вами Женя. Вы на канале Счастье в нас самих, где, как всегда, ответы на практически любые вопросы, инструменты для улучшения всех сфер жизни, ну а также практики настроя ритуалы для исполнения любых, даже самых невероятных желаний. И помните, что на канале инструменты, которые могут вам помочь. Но только вы ответственны за свою жизнь и даже за людей, которых вы притягиваете. Я не имею в виду, что вы за них ответственны, но вы их притянули сами, исходя из вашего внутреннего состояния. Поэтому инструменты на канале могут помочь или избавиться от чего-то, или приобрести что-то, но, по большому счёту, всё в ваших руках. Сегодня, как и каждую неделю, прогноз на неделю. Сейчас стихия воды, знаки зодиака, раки скорпионы и рыбки. Ну и, как всегда, помните про акциндент. Акциндент влияет на ваш характер и, соответственно, влияет на ваше восприятие мира. И вот причина следственная по цепочке влияет на то, как вы реагируете на события и, соответственно, влияет на вашу жизнь. Поэтому я говорю всегда, смотрите свой знак зодиака и знак зодиака вашего акциндента. Таким образом вы увидите лучшую картину, ну а также каждое моё видео наполнено позитивом, который я дарю вам. Поэтому, посмотрев два видео, вы притянете, вы получите двойную дозу моего позитива. Ну что, и, конечно, в конце расклада, как всегда, карты на исполнение желаний. Я очень люблю это, это своего рода сказка для меня. Когда, знаете, вот исполнение желаний, именно когда я говорю, исполняю свои желания, это сказка. И я, да, я до сих пор живу в розовых очках. Некоторым это не нравится. Ну, а опять же, вы знаете, не опирайтесь на мнение других, опирайтесь на своё мнение. Ни в коем случае не обижайте людей, но в то же время стойте на своём. Ну что, сосредоточьтесь на себе любимых, сделайте себе комплимент, похвалите себя и, конечно, улыбнитесь. Помните, улыбка улучшает вашу жизнь. Чем больше вы улыбаетесь, тем больше причин для улыбок вам даёт ваша Вселенная, Господь, высшие силы, мир, космос. Называйте, как вам ближе. Это же самое главное, чтобы верили вы, потому что произойти с вами может только то, во что вы действительно верите. Ну что, мои дорогие, три карты и карта совета, общая для стихии. Поехали. Раки, смотрим, что же у вас в ближайшую неделю. Вот как и ни странно, вот вроде бы вы не всегда уверены в том, чем, что вы делаете. Вам, ну, не всегда легко именно встать, взять и сделать. При всём при этом, в ближайшую неделю вы просто встанете, возьмёте и сделаете. Ждут изменения, ждёт принятие решений для того, чтобы эти изменения пришли. И по колеснице это быстрые действия, это быстрые изменения. И я могу вам сказать, что изменения в лучшую сторону. И это будет касаться всех сфер жизни. Тут я не вижу ярко никакой сферы жизни, тем более, что это старший аркан, это вселенская помощь, помните об этом. Прекрасное время довериться вселенной, можно сказать, и действовать для достижения достижения. Ну, опять же, смотрите, вы, если вы поставили себе цель сегодня, глобальную цель, это не значит, что на следующей неделе вы её осуществите, но, двигаясь, разбив цель на шаги, на подцели, а даже, может быть, и подцели, развив на под подцели, потому что двигаться всё равно надо более-менее комфорта. Иначе ваш мозг, ваше сознание будет прокрастинировать, оно будет бояться. Поэтому ставьте цели, которые вы уверены, вы можете сделать. Даже если это выход из зоны комфорта, он должен быть постепенным. Иначе вы просто не сможете ничего глобального достичь. Как говорится, Москва не сразу строилась по кирпичикам. Вот так и собираются ваши цели и ваши желания. Разными практиками, разными техниками, ну, а по большому счёту, только вашим движением. Скорпионы. Смотрим, что у вас в ближайшую неделю. Ну что, мои дорогие, будут ситуации, в которых вы будете много анализировать. Не сможете вы без анализа пройти дальше, образно говоря. Только анализируя и рассматривая то, что будет происходить с разных сторон, вы действительно найдёте решение многих задач, вы найдёте пути продвижения. Смотрите, я, когда речь идёт о дне, о неделе, мы не говорим о глобальных изменениях. Хотя вот по первой позиции, по ракам, могу сказать, что колесница всё-таки даёт более резкие перемены, чем карты младшие арканы или карты двора. Ведь младшие арканы – это повседневная жизнь, карты двора – это более высокая, как бы, каста. Ну а старшие арканы, они именно более глобальны, более ощутимы. Поэтому здесь я могу сказать, что вы будете ощущать определённую усталость, скорпиончики, и вам будет нелегко двигаться даже по вашей рутине. А усталость пришла из-за какой-то стрессовой ситуации, которая была раньше. Вспомните, что происходило в недавнем прошлом, и сразу поймёте. Хоть может быть вам кажется, что та ситуация закончилась, вам кажется, что вы ушли от неё, вот именно вы ушли от ситуации, но вы не решили что-то, вы не закрыли гештальт. Вот закрытый гештальт – это, я знаю, что это психологический термин, но сегодня я также знаю, что очень многие обыватели, простые люди знают, что это такое. Не закрыли вы для себя какую-то проблему, и поэтому она охотится за вами, эта проблема, вашими состояниями, вашей иногда невозможностью мыслить ясно и вашей усталостью. Поэтому для того, чтобы это избежать, всё-таки подумайте, что же вас мучает и почему это вас мучает. Вы тут же увидите ситуацию и, опять же, найдите в той ситуации что-то позитивное. Любая ситуация имеет как минимум две стороны, а то и больше. Поэтому, найдя позитивный аспект ситуации, вы избавитесь вот от этой усталости, от этого стресса и по-другому посмотрите на мир вокруг вас. По крайней мере, на рутинный мир. Я говорю о том, что происходит вокруг вас каждый день. Ну и рыбки. Давайте же посмотрим ближайшая неделя для рыбок. Ну, могу сказать, что вот у вас лишь, у рыбок, произойдут перемены осознания. Может быть, вы, исходя из прошлого опыта, или исходя из того, что происходило в самом ближайшем прошлом, придёте к выводу, что что-то вы делали не так. Что что-то надо изменить в вашем поведении, в ваших целях. Это вот я глобально сейчас говорю. Или, может быть, в существующем проекте стоит изменить какую-то концепцию. Это может быть что-то, связанное с вашим бизнесом, с вашей работой, с вашими отношениями. Может быть, вы осознаете, что вы были необъективны к партнёру или к партнёрше. Может быть, вы осознаете, что вы были очень резки, или наоборот, вы были слишком мягки и позволяли человеку, людям пользоваться этим. Может быть, ваше осознание будет, что всё, хватит быть удобным или удобной. Пора быть самим собой или самой собой. Да, это что-то глобальное, и этому надо учиться. Но вот осознание, именно эта карта называется в этой колоде осознание. И даже потому, что вы видите, вы можете понять, что человек с открытыми глазами смотрит на все аспекты своей жизни. Поэтому, да, вот для рыбок ближайшая неделя ключевое слово – осознание. А вот осознание чего? У каждого из вас это может быть что-то своё. И я уже озвучила много примеров. Вы можете подстроить это под себя, каждый из вас. Ну и, конечно, общая карта – совет вам на неделю. Могу сказать, что совет вам на неделю – будьте вдохновлены всем, чем вы занимаетесь. Да, вдохновение не приходит само собой. Ведь иногда для того, чтобы что-то решить, что-то сделать, нет вдохновения. Вы вроде бы вдохновились какой-то идеей, но когда дело касается шагов, вы начинаете прокрастинировать, вы начинаете заниматься всем, чем угодно, но не тем, что вы запланировали. Подумайте. Вот тут я хочу сказать, что, может быть, слишком ставите себе большие цели, которых боится ваше сознание. И тут разбейте тогда то, что вам надо сделать, на ещё больше шагов. Ну а если это касается работы, и вам действительно надо это сделать, вот тут включайте фантазию. Чем же вы можете вдохновиться для того, чтобы всё-таки работать, для того, чтобы всё-таки делать какие-то действия в бизнесе или в других сферах жизни? Тогда вдохновляйтесь чем-то другим, при этом делая вашу рутинную работу. Вот такой совет даёт Таро Мус для рыбок на ближайшую неделю. Ну а сейчас давайте же загадывайте ваши желания, и давайте мы посмотрим, что же нам ещё посоветуют мои карты, мой оракул для исполнения ваших желаний. Или вы знаете, что сейчас в последнее время очень часто мой оракул даёт ещё дополнительные советы, что же делать. Давайте смотреть. Для ораков вы загадали желание, надеюсь. Я могу сказать, что вас ждёт счастливое будущее. Первое, что могу сказать, это да, ваше желание исполнится, о котором вы сейчас подумали. Ну и в связи с картой на неделю все перемены будут в лучшую сторону. Счастливое будущее. Думайте об этом. Ну а теперь скорпионы. Давайте посмотрим. Вот вас действительно вот ждёт восстановление. Вам надо восстановиться. Я не буду повторять всего того, что я рассказала по вашей позиции. И карта точно показывает, что вам надо сделать. Для того, чтобы ваше желание исполнилось, ну и соответственно, ваша жизнь улучшилась. Ну и третье, это рыбки. Давайте же посмотрим. Осознание было у вас. А сейчас мы посмотрим ваше желание. А вот нет. Вы знаете, я увидела здесь одну вещь по третьей позиции. Почему нет? Вы будете меняться. Ваше восприятие начнёт меняться в ближайшую неделю. И такое чувство, что те желания, которые для вас важны сегодня, уже даже вот так быстро, в грядущую неделю, не станут для вас желанными. Они... Что-то поменяется. Может быть, поменяется какая-то концепция. Вот то, что я говорила. Может быть, вы осознаете, что это желание, которое вы сегодня загадали, это не ваше желание. Это желание соответствовать. Соответствовать кому-то или чему-то. А эти желания, они не исполняются. Это не ваше желание. Подумайте об этом. Ну и, конечно, банальная формулировка. Вот такой у нас получился расклад на ближайшую неделю. Ну а я вам, мои дорогие, как всегда говорю, что всё в ваших руках. Тут только советы. Если вы заметили, в основном я даю советы, исходя из того, что я здесь вижу. Поэтому я желаю вам счастья, здоровья, успехов, удачи, любви, благосостояния, мира. Всего самого-самого лучшего. С вами была Женя. Увидимся очень скоро. Делитесь моими видео для того, чтобы помогать моему каналу развиваться и для того, чтобы больше людей стали счастливыми по умолчанию. Люблю вас, мои дорогие. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok